Всем добрейшего времени суток, с вами Свети Место Жизни. Продолжаем прохождение ветки Улиса. Школьница, я так понял, она не любит программирование, я уже забыл, кто она такая, короче... Честно, забыл её сюжетку, поэтому надо будет перечитать. Всё, погнали. Закончили мы разговор с училкой, и можем себе позволить пообщаться теперь с Улисой. Привет, Алекс. Чего ты не пишешь? Наша встреча ещё в силе? Ну, давай, я сегодня тебе собирался написать. Но ты меня опередила. Ха-ха, да, я не люблю долго ждать. Чего-то. Время очень долго тянется, поэтому я решила написать тебе первый. Так, а что по поводу... Ты про что? Ну... А-а-а, ты о свидании? Ну, давай решим сейчас. Давай. А у тебя есть какие-то... Ой, это я говорил. А у тебя есть какие-то планы на завтра? Ну, завтра у меня опять будет занятие на курсах. А сегодня я специально выделила время, чтобы поговорить с тобой. Спасибо, великое. Прям вот, великая Улиса. Как же я без этого? Ух ты. Так, ух ты, спасибо. Мне приятно. Мне вообще реально приятно. Если бы так было... Если бы человек был бы с верзанятым, выделял бы мне время. Оу. Больше у меня планов пока что нет. Но если будешь долго думать, и не появится. Тогда мне нужно торопиться. Поторопиться? Да. Быстрее думай. Так, я хочу с тобой пойти на занятия. Или, может, погуляем в парке? Ммм. Давайте по факту. Я уже рассчитываю, что это какая-то школьная девчонка. Поэтому, скорее всего, вся сюжетка будет строиться вокруг каких-то занятий, вокруг школы. А потом мы давай погуляем в парке. Это уже в следующем прохождении. Поэтому давайте уберем. Хочу пойти с тобой на занятия. Слушай, а... Ой, это я говорю. Я хочу пойти с тобой на занятия. Слушай, а можно с тобой пойти на курсы? Мне уже одного раза хватило. Только отвлекаешь меня? Ну, пожалуйста. Я не буду отвлекать. Точно? Точно, точно. Честно, пионерская. Ну, ладно. Пойдем вместе тогда. Ура! А будет опять математика. Блин, кстати, я математику ненавижу, если честно. Как в жизни, так и в этой игре. Ну, ладно. Хотя первый тест был прикольный. Мне понравился. Да. А что не так? Не люблю. Так. Разработчики. Почему вы читаете мои мысли? В принципе, вы всегда читаете мысли в этой игре. Мои. Я не понимаю, почему так работает. Может, у вас есть какие-то другие занятия там? Жалко. А я так хотела пойти на математику. Но... У нас есть компьютерный код. О! В Counter-Strike поиграем. Там ребята делают, что хотят за компами. Кто-то играет. Кто-то коды пишет. О! Кстати, выпустим новое обновление вместе. Будем идти писать код и выпускать обновление. Да. Но мы пойдем на математику. Извините за этот шум. Простите. Ничего поделать не могу. Ну, блин. Значит так. Выбирай. Либо математика, либо компьютерный клуб. Давайте по факту. Я хочу в компьютерный клуб. Погнали. Я хочу в компьютерный клуб. Не хочу тебя обидеть, но... Давай вместе сходим в компьютерный клуб. Давай. Воу. Реально? Кстати, я реально удивился, что она согласна. Она же так хотела на математику. Да. Ух ты. Не ожидал, что ты согласишься. Я рад. Офигенно. Погнали. Будем писать код обновления для нового дистарба. Ага. Так. А значит завтра пойдем туда. Да. Сходишь сам пос... Не. Что? Эээ. Что за бред? Эй, я думал ты со мной пойдешь. Да. Сходишь. Посмотришь, что там. А потом скажешь, как мне... А потом скажешь, как мне там... А я лучше пойду на математику. Эй, я думал ты со мной пойдешь. Еще чего? Может, ты еще думал, что я в постель к тебе пойду? Да, я так и думал. А. Было бы неп... Было бы неплохо. Ты офигел? Я не собираюсь играть в игрушки на компе. Знаешь что? Мы разводимся. Ладно. Как повзросляешь? Пиши мне. Ок. Все. Пока. Так, я не понял, что за бред? Ну, окей. То есть, получается, она хочет на математику. Я в компьютерный клуб. Короче, наши желания не совпадают. Ладно. Окей. Пойдем на уступки. Пойдем в компьютерный клуб. Ну, давайте начало еще немножко переиграем. Раз такая возможность чудесная имеется. Чего ты не пишешь? Наша встреча еще в силе? Я ждал, пока ты напишешь. Дождался. Ну, хорошо. Но иногда пиши первый. А то я обидюсь. Постараюсь. А, все. Пошлась уже так дальше. У тебя есть какие-то планы завтра? Ну, завтра у меня в планах было занято. Ну, короче. У меня на тебе есть особые планы. Будем вместе лечить душевные раны. У меня на тебя никого нету. Ближе. Опускаемся, но вместе. Ниже, ниже, ниже. Так, пойдем на курсы. Главное сейчас выбрать, что мы пойдем с ней на математику. Все, добрался до этой веточки. Ну, у нас есть компьютерный клуб. Там ребята делают за компами, что хотят. Кто играет, кто играет. Кто играет, кто коды пишет, кто дистарп выпускает новое обновление. Ну, мы идем на математику. Ну, блин. Ну, значит, так. Выбирай. Математика или компьютерный клуб. Ну, я уже понял, что мы пойдем на математику. Компьютерный клуб, к сожалению, нельзя выбрать. Иначе мы просто проиграем. Пойдем на математику. Раз ты так сильно хочешь на математику, то пойдем на математику. Ну, вот и славненько. Хороший пес... Так. Я песик. Разработчиковый это самое, но это... Мне кажется, вы сейчас вообще все возможные фетиши перепробуете. Серьезно, потому что... Кекс у самолета. В спортзале. Теперь я псину. Серьезно? Унижения пошли. Ну, ладно, окей. Окей, погнали дальше. Хороший песик. Я? А можем поводок и шейник тогда? Кстати, сейчас, секунду. Да. Эээ, не надо. Не надо, мне стыдно. Я буду называть тебя песиком. Будешь везде ходить со мной. Короче, давайте отвлекусь. Кому не интересно, перемотайте. Короче, есть такое аниме, называется... Чел Бензопила. И там, когда чел, ну, его должен был убить, ему, Макима, предложила стать ее псом. И он согласился. Но прикол в том, что ничего в аниме не было связано с этим. А в переозвучке... Переозвучка одной... Ну, одна из... Короче, не помню, кто точно переозвучил, но этот чел переозвучивал аниме Клинок, рассекающий демонов. Он также назывался Клинок, развлекающий демонов. Вот. На этом канале вы можете найти вот так же прочелка бензопилу. Вот. Там была шутка про то, что Макима говорит, ну, если тебе хочется, как бы, то ты можешь моей ногой воспользоваться, раз ты псина. Как я угорал с этой фигни, да вы боже, ну, хоть что-то реализовали. Не, слушайте, а можно я не буду песиком и не буду везде ходить? Меня это смущает. Не гавкать. Я... А, и я последняя буква... Ой, первая буква, видите? Так, я не... Так. Зачем? Зачем? Зачем вы давите на больное? А... Не гавкать. Я... Молчи. Вот так. Умничка. Ух. Что-то меня понесло немного. Я просто очень обрадовалась, что ты согласилась пойти на математику. Разрешено говорить? Спасибо, хозяйка. Спасибо, я... Я очень благодарен, госпожа. Да, спасибо. Теперь буду звать вас так. Фух. Я тоже очень рад пойти с тобой. Получается, мы... Определились со встречей? Уже хочется побыстрее завтра. Надо будет взять ручки, карандаши... Эй, Улиса, ты тут? Эй, почему ты молчишь? Хозяйка. Ладно. Я что-то сделал? Да, ты залаял. Нет, ты должен гавкать, то есть. Ладно. Ой, вот это да. Ух. Прости, Алекс. Я случайно заснула. Я не привыкал так поздно сидеть в телефоне. Уже врубаюсь. А, а я уже испугался. Кстати говоря, поздно в телефоне, уже 12 ночи. Кстати говоря, кто не в курсе, можете посмотреть сверху, только что я свайпнул. Уже реально 12 ночи, действительно поздно. А, а я уже испугался. Думал, ты меня игноришь. Динамишь меня, да? Динамо крутит. Любовь моя вся что-то мутит. Нет, нет. Ты что такое говоришь? Я просто немножко отрубилась. Может, тогда пойдем спать? Вместе. В одной кроватке. Ладно. Да, давай. Так. А, я так рад, что мы пообщались. Я тоже. Все. Спокин-наки. Спокойной ночи. До завтра. Сложно. Короче, спасибо за просмотр. Я тоже спать пойду. Всем пока. Всем добро. Субтитры сделал DimaTorzok